Здравствуйте, друзья! Сейчас вы видите, что последнее время очень улучшил свою форму. Даже в межсезонье, работая на массу, процент жира очень низкий, почти такой же, как на Сушкино, 1% больше. Естественно, всем хочется тоже иметь хорошую фигуру, и вы можете это получить, и вы получите, если посмотрите это видео до конца. А еще очень много людей меня спрашивают, какую же химию я принимаю, чтобы так выглядеть. Ну, действительно, в прошлом у меня был опыт употребления химии, но я обнаружил, что если ты не делаешь очень тщательного питания, очень тщательной тренировки, грамотной, профессиональной, то без такого подхода все эти препараты, даже если их применять, не работают. В свою очередь у меня есть 11 лет опыта тренировок до начала применения препаратов, и 7 лет после, когда я убедился, что при грамотном подходе можно построить тело полностью натурально. А еще у меня очень много людей пишет, что вот я начал, послушал видео фитнес-блогеров, как эффективна химия, начал их понимать, и ничего не получил взамен. И я разочаровывал, зачем мне жить дальше. Так что вы больше так не разочаровывались, давайте же вам покажу, как это серьезно все, как много надо питаться, как надо разнообразно питаться. Вот мы немножко пошли в магазин. Сегодня закадровым голосом будет Юлечка Спаслукотская. Можешь поздороваться, рассказать, где мы были, что мы купили. Здравствуйте, друзья, были мы в супермаркете, не знаю, у нас отвезли туда друзья. Не купили на самом деле все необходимое, овощи забыли, но достаточно много купили, чтобы продержаться, учитывая, что завтра ураган, а то и дольше, чем... Да, в Испании, завтра будет ураган, мы скупились в Испании, чтобы показать вам, как я питаюсь, как мы питаемся, чтобы иметь хорошее тело, как это сложно, это намного сложнее, чем вам кажется. Если вы думаете, что вы питаетесь так, как я, то, поверьте, если вы так питались, вы бы увидели бы точно так же, как и я, как Юлечка, очень хорошо, без всяких вредных препаратов. Попробуйте, вы увидите все там сами. Итак, с этой части стола мы сконцентрировали в основном блюда, которые не стоит есть на сушке, но иногда их можно есть, когда набираешь масло. С этой части стола у нас сконцентрировали в основном блюда, которые можно употреблять, когда ты сушишься. Некоторые из них полезны для здоровья, некоторые из них не очень полезны, но они не мешают сушке. Хотел попросить Юлечку рассказать сначала про вот эти три фарша, которые можно применять и на массу, когда набираешь мышцы, и когда сушишься. Так, насчет фарша, как подсказала Регина, это у нас индейка, он диетический очень. Это у нас курица, и это у нас какая-то элитная курица с откормленной зерновым кормом. То есть это очень хороший фарш, но в принципе хвалили все. Это не такие фарши, как у нас вот в наших странах СНГ, что могут примеси быть какие угодно, тут абсолютно натуральные. И это у нас вареный хамон, детям дают, и взрослые любят, он очень диетический. Три грамма жира, двадцать булка. И очень вкусный, хвалили. И местные тоже русские, которые покупали, это тоже самое, это две упаковки. Теперь вот это что? Это у нас вот несколько видов. Это курица, и тут не видно. Она такая желтая, то есть это тоже вот с зерновым кормом свободного выгула, как Регина сказала. Куры настолько отличаются, вот жалко, что свет не передает. Подними вот эту курицу. Вот здесь это обычная курица, вот видно, что она такая розовая. Тоже, кстати, хорошая и хвалят, она намного лучше, чем у нас. А это желтая-желтая, прям такая вот. И тоже будет очень нежная. Мы сравним. Курицу гиганта. Ну, это курица, просто бедрышки. Это на химии курица? Нет. Вот они откармливают. Она говорит, что она очень хорошая, из нее очень хороший бульон получается. И совсем не такой, как вот у нас. То есть, хоть они и большие, но не откормлены на химии. Сейчас сделай, пожалуйста, общий план. Друзья мои, основа питания – это белок. И на массу вам потребуется белок. Но не так много, конечно, где-то 30% от общего рациона питания. На сушке белок может достигать 50% и даже 55% от всего рациона питания. А в белковые дни еще больше. И вот источники белка у нас сегодня. Курица, индейка. Соответственно, фарши, нежирные фарши, приготовленные из этих блюд. Мои продукты. Потрясающие кальмары, потрясающие креветки. Я могу сказать, что вот это, конечно, на сушке не подойдет. Ну, если кожу снимать разве что. Но вот креветки, особенно в Испании, 20 видов. Это вот королевские кальмары. Просто не передать. Тоже очень много видов. Они очень нежные. Их можно и варить, и на гриле жарить. Ну, с небольшим добавлением оливкового масла. Очень важно, какое именно качество вы хотите получить. Если такое качество, как у меня сейчас. В принципе, для межсезонья это нормальное тело. То есть, если вам не нужен, например, безумный рельеф. Нужно просто, чтобы не было живота. То многие источники белка начинают подходить с содержанием жира повыше. Это очень вкусные сыры. Вот в Испании очень много сыров. Ну, сыровь, да, здесь это просто миллионы. Ну, тут вилеговатый процент жира. 12 процентов жира. 200-220 калорий на 100 грамм продукта. Также могут начать подходить те части курицы, которые жирноваты. Ножки, не обязательно грудка. Если же мы сушимся, надо переходить на чистый белок. То есть, это же только грудка. Только без кожи, только филе. Никаких ножек, никаких фаршей. Нет, фарш можно делать, но только из грудки. Не добавляя ни хлеба, ни какие-то еще добавки. Но тоже самому надо делать. Или покупать в каких-то элитных... Да, ни сухарики, ничего. Да, ни сухарики. То есть, это просто при нас перемолото кусочек филе индейки. Обратите внимание на яйца. На сушке практически только белки употребляются на один желток в день. На жесткой сушке. Может даже не быть одного желтка в день. И только вареными. Своими ни в коем случае нельзя. Да, фермент трепсин не дает усваиваться... Или диетические омлеты. Да, фермент трепсин не дает усваиваться вашим белкам. Поэтому никогда не петь яйца в своем время. Это устаревшая схема. Вы можете есть яйца в вареном виде. Делать омлет наоборот. Ну, так называемый тушеный паровой омлет. На тефлоновой сковородочке. Вот Юлечка тушит. Также сюда прямо и грудку кладет, и тунца прямо в эти омлеты. И капусту. Обратите внимание, что на столе нет фруктов. Это не случается. Фрукты с точки зрения бодибилдинга это роскошь. А не средство передвижения. Содержали чем богатые фрукты? Витаминами. Но в гораздо большей степени не богатые глюкозы и фруктозы. Фруктоза никак не может использоваться нашим организмом для получения энергии. То есть мы налопались фруктов. Фруктоза превратилась в жир. Мы стали жирнее. Но энергии на тренировке мы не получили. Жим лежа мы не сделали. Но сегодня на столе мало овощей. Только капуста. На самом деле нужны огурцы, зелень. Все зеленое. Мы не все успели. Это на самом деле не капуста. Это айсберг. Из него можно делать очень-очень много вариантов вкусных салатов. Или есть самостоятельно. Вы должны питаться качественно. Если хотите супер тело, вам не поможет никакая химия, если не будете питаться качественно. Жир все равно образуется. Некачественный внешний вид. Смотрите. Вот некоторые продукты даже на массу. Это Саша очень просил попробовать. Сами попробуем. Смотрите. Чипсы. Майонез. Вот эти продукты убираем со стола ни на сушку, ни на массу. Лучше их не есть. Жир не может превратиться в жир. Вредные жиры, трансжиры. Это только вред для здоровья. Поэтому я просто ряд продуктов даже не хочу рассматривать. Специально их принес вам показать. Молоко. Это продукт, который не употребляют на сушке. Поэтому мы ставим его в левой части стола. В основном дети, кашки, йогурт. Я думал, ты будешь делать наведение крупной панели. Когда я что-то покажу. А, хорошо. Давай, я за... Уже немножко поздно. Вот. Теперь. Хлебцы. Хлебцы. Вот, пожалуйста. Хлебцы. Это очень хорошая штука. Как источник углеводов. Они бедны углеводами. И вместо хлеба, в пределах вашего меню, на сушке есть дни, когда мы едим углеводы, так лучше их получать из хлебцев, из макаронов, обязательно твердых сортов пшеницы, различные виды пасты. Все это на сушке применяется, но в пределах, считая углеводы, считая калории, в те дни, когда вам тренер разрешит углеводы, можно будет получать из этих источников. Но, вот из таких источников, смотрите, хлеб, йогурты, то есть там где-то сахар или белая мука, или белый... Сосиски тоже некачественные продукты. Или давайте мы положим, что это классический белый рис, хотя на самом деле это не так, когда мы положим его здесь, и тогда на сушке тоже нельзя. Долгозернистый рис, вообще самый опасный, это, так сказать, для сушки, это круглозернистый. Вот дикий рис, мы его ставим с этой стороны, потому что на сушке он медленно усваивается. Помните, что вы можете худеть и сушиться на сахаре, на Макдональдсе, на шоколаде, на конфетах, на сале. Вы можете на любых приятных продуктах, на шоколадной диете, вы можете сушиться и худеть. Но, результат будет меньше. Вы будете чувствовать себя хуже. И количество, конечно. Вам вместо вот такого ведра риса с тунцом дадут там один гамбулер, вы его съедите, захотите кушать скоро. А так вы будете ощущать сытость, сможете меньше есть. Вам будет легче выдерживать эту диету. Да, вы можете похудеть на Макдональдсе. Но вам будет тяжелее крупы, макароны, но мы не обсудили молочные продукты. И вот обратите внимание, два молочных продукта, один вам будет давать рост мышечной массы и сжигание жира, а другой спорно. Например, вот у меня есть йогурт и есть кефир и есть творожок 0% жира. Вот здесь мало углеводов, соответственно, мало галактозы, мало углеводов молока. И для сушки этот продукт подходит, конечно, если у вас нет аллергии на молочные продукты. Кстати, миф о том, что творог повышает уровень инсулина, что у него высокий инсулинимический индекс, это, скажем так, миф, который по ошибке был запущен Станиславу Дендаверу. Я специально проверил, инсулинимический индекс творога очень низкий, такой же, как у говядины, около 50, поэтому смело есть творог на сушке, если у вас нет эротической реакции и задержки воды. Но, если мы возьмем кефир, йогурт, там, где уже много молочных углеводов, коллогии вроде немного, но нам это для сушки не подходит. Лучше это есть для заправок салата, по ложечке. Да, не на жесткой сушке или когда уже на массу, можно. Теперь, про чаи, Юлечка, расскажи, это я показываю, а ты более крупно. Чаи тоже в спешке мы брали, я взяла тревяные чаи. У нас их мало и фруктовые, да, потому что в спании нехорошие, вкусные. Взяла мяту вот еще, потому что на сушке обычно хочется не спать, точнее не хочется спать, страдаешь по ночам от голода, поэтому тоже она рекомендуется. Иногда, особенно когда перелет и часто сбивается режим, поэтому она будет актуальна. Соусы на сушке, какие можно, какие нет. Соусы повышают ваш аппетит. Соответственно, если вам тяжело держать диету, лучше без соуса, убрать их. Но если вы, наоборот, не можете в себя впихнуть рацион, вам хотите подсластить, то на сушке можно использовать соевый соус немного и высокопроцентный кетчуп. И вообще есть томатные пасты. Расскажи, пожалуйста, Юлечка, о чем разница? Ну, в идеале нужно покупать, мы просто тоже не успели. В идеале мы купим завтра просто пасту, там где будут просто перемолотые или кусочки помидоров. Это же кетчуп, сюда можно добавить, я не знаю, в основном там может ребенок какую-то каплю может куда-то себе добавить в рис, но это небольшое количество, и это только-только на массу. 50% кетчуп, он только на массу идет. 100% кетчуп можно немножко использовать и в период работы на сушке. Но лучше брать томатные пасты, перемолотые помидоры и делать самостоятельно из томатов пасту себе дома. Моцарелла как источник белка. Давайте смотрим на калорийность моцареллы. Написано 165 калорий. Достаточно нежирный сыр, но моцарелла хватит 300 калорий. То есть я выбирал, ходил с низким количеством калорий. На что там ходите, выбирайте, не ленитесь. И смотрите, вот... То же самое, как и йогурты, они похожи по вкусу. Вот иногда греческий йогурт и жидкий творожок. Но это совершенно разные продукты. Вот как бы, есть же йогурт, а есть творожок. Кто-то путает очень. Больше всего на свете я люблю творожную запеканку. Это значит мил. Это очень вкусно, это мое самое большое лакомство. Я уже долго думал, брать не брать. Обожаю, но на сушку нельзя, ребята. Это только при работе массы или в рамках читмила. Это такое читмил, когда мы берем, и то, что нельзя, становится можно хотя бы на один прием пищи. Хотя бы один раз в неделю. Советую не делать читмил, если вы всего сушитесь или ведете правильный образ жизни меньше, чем месяц. Только через месяц начинайте какие-то поблажки, когда уже вы в режиме. Друзья мои, я занимаюсь сушкой уже более 20 лет. И мы с Юлечкой просушили, подготовили более, наверное, тысячи человек за это время. Люди выступают на соревнованиях, люди готовятся к пляжу, делают себе прекрасное тело. Почему бы вам не сделать то же самое? Для этого смотрите наши видео, слушайте наши советы. Что-то непонятно, пишите вопросы в комментариях. А в идеале давайте мы индивидуально займемся вами вместе с Юлей и сделаем вам идеальный результат без всякой вредной химии. Вы в этом убедитесь и не будете больше сомневаться. Для этого пишите лично нам, ссылка в описании. Проект «Жиротопка» называется, в котором мы помогаем избавиться от жира или полностью уже индивидуально работаем. Спасибо, друзья. У меня есть момент один. Вот ты говоришь без химии, но ты забыл сказать, «А вот же у вас стоит химия!» Ты ничего не сказал про вот эту химию? Да, смотрите, лучше всего, и мы пьем чистую воду. Чистая вода должна превышать процент употребления жидкости. Иногда человек на сушке срывается, он хочет сладкого и начинает есть чипсы, майонез, торт, всякую гадость. Чтобы этого не случилось, сейчас производятся напитки без сахара. Конечно, они вредные, но лучше выпить стакан колы без сахара. Они не вредные, они не полезные. Если в небольшом количестве, это никак не повлияет. Да, в небольшом количестве они не столь вредны, но делать акцент и пить галлонами колу, это неправильно, конечно. Лучше пить в основном чистую воду. Но на сушке иногда вообще тяжело. И вот когда вы чувствуете, что может быть срыв, вы можете есть шоколад, торт, жареную, вредную еду, и ваша сушка прекратится, в качестве поблажки, я считаю, лучше выбрать меньше изол, допустить колу, чем пить только воду, есть только грушку, потом сорваться и побежать в Макдональдс. Что лучше? Пойти в Макдональдс и съесть 10 гамбургеров с жареной картошкой с мороженым, запивая колой с сахаром, или выпить стакан колы без сахара. А тут вы понимаете, почему, вы знаете теперь, почему бодибилдеры пьют колу без сахара. Это помогает не сорваться, не наделать большего еда. Друзья мои, пишите, звоните. До следующих встреч.